С наступлением сильных морозов в нашу редакцию стали поступать жалобы от жителей окружной столицы. Проблема у всех обратившихся одна. В квартирах невыносимо холодно. Нарьинмарцы утепляются как могут, однако не всегда обогреватель и тёплая одежда спасает. Одна из таких историй прямо сейчас. Трёхлетней Ратмире приходится играть исключительно на диване. Пол ледяной. Да и в целом в квартире очень холодно. Девочки постоянно болеют, поэтому своих детей Галина Юльметова одевает, что называется, на зимовку. Шапку белую и кофту. Два кофты. Кое-как спасает обогреватель, что стоит в детской. А вот в соседних жилых помещениях всё намного плачевнее. Находиться в этой комнате без верхней одежды попросту невозможно, потому что здесь холодно. И несмотря на то, что система отопления работает исправно, батареи горячие, столбик термометра не поднимается выше 10 градусов. Причём холодно в этой квартире не только в морозы. По словам Галины Юльметовой, и весной, и осенью, когда начинаются ветра, её семье приходится изрядно утепляться. Я не знаю как, тут снег или лёд, и всё, знаете, и вот там есть. Вот здесь прямо вот, не открывать даже окно, не открыть. Ничего вот тут страшно там. Снег, лёд на стенах, периодически замерзающие трубы и сквозняк. О том, что в квартире невыносимый холод, Галина не раз сообщала в местную администрацию. Мы написали заявление меру. Тоже записались на приём. Сказали, надо ждать долго. Я не знаю, сколько ждать. Вот сейчас нам сказали в жилищный отдел. Туда мы обращались. Здесь пока ответа никакого нет. Впрочем, с проверкой в квартиру всё же приходили. Буквально за несколько часов до приезда нашей съёмочной группы у Галины побывали специалисты управления городского хозяйства. А сегодня приходили с управления городского хозяйства и говорят, у вас 17 градусов. Я говорю, откуда вы взяли-то? Прибор у нас так показывает. Я не знаю, говорю, как теперь делать, что и делать. Знаете, они спорят. Я ничего не могу сказать. Они положили вот сюда, что ли, положили на гладильную доску. Я говорю, положите на кровать. В какие ещё двери стучаться, Галина уже не знает. Сейчас семья с нетерпением ждёт, когда на улице потеплеет. Ведь температура воздуха в квартире Юльметовых напрямую связана с погодой за окном.